Итак, продолжим разговор о том, как же выглядела цивилизация, насколько которой мы живем. На мой взгляд, это была территория с радиальной кольцевой планировкой, где земные кольца сменялись водными. О таком устройстве писал Платон, но только в рамках одного государства. Я же считаю, что по такому принципу была обустроена вся территория, на которой мы сейчас живем. Об этом свидетельствуют такие картографические понятия, как параллели и меридианы. И такой общеизвестный факт, что Земля круглая. Именно круглая, а не шарообразная. И причем поверхность ее была ровной. Об этом говорит такое явление, как платформы. О платформах мы с вами все хорошо знаем из курса школьной географии. Обойти молчанием этот факт невозможно. Если разобраться с этимологией слова платформа, то оно состоит из двух понятий. Плато и форма, что дословно означает плоская выровненная поверхность. Но не станут поверхность с горами, хребтами, кратерами, низинами, оврагами называть платформой. Поэтому я считаю, что раньше рельеф был равнинный. Что помогало обеспечивать хороший обзор, или, как мы сейчас говорим, широкий кругозор. Что дословно означает, видишь картину происходящего, значит владеешь информацией и, соответственно, контролируешь ситуацию. Ровная поверхность земных и водных колец обеспечивала свободное распространение каких бы то ни было волн и равный доступ каждого к любому источнику. Даже сейчас современные градостроители используют кольцевой принцип. Например, при строительстве дорог для улучшения проходимости. Заметьте, не какие-то там пяти-шести граники, а именно кольцо. Ведь пресловутый угол даже луч света разлагает на спектр. Подобное происходит не только со световыми, но и звуковыми волнами. Такое явление называется дисперсией. Это когда целое перестает существовать, оно распадается на какие-то детали. Это, конечно, тема интересная, но не сегодняшнее видео. Я это сказала к тому, что в устройстве Атлантиды все было продумано. И при всем желании исказить информацию о реальном положении вещей, захватчики все же вынуждены использовать исконную терминологию. Поэтому мы смело можем положиться на те информационные пазлы, которые они не могут скрыть от нас. Пример тому платформы. Явление хорошо всем известное, но информация о них дается неполная, обрывчатая и иногда даже противоречивая. Поэтому возникает много вопросов. Как, например, почему, откуда у образований, которые формировались миллионы лет, ну так нам говорят, рваные края. Но ведь действительно материки выглядят как осколки. Получив ответ на этот вопрос, мы сможем ответить на другие вопросы. Почему платформ так много? Почему они имеют разный уровень? Какие-то находятся на поверхности, какие-то на дне океана. Почему они двигаются, сталкиваются между собой? Что не так-то? Ведь в их основе мощный фундамент из гранита и базальта, где практически исключаются извержения вулканов и землетрясения. Какая сила могла раскрошить многовековые гранитно-базальтовые образования и заставить их двигаться? Ведь они продолжают наезжать друг на друга до сих пор. До такой степени, что образуются горы, которые постоянно набирают высоту, как, например, уральские. На мой взгляд, очевидно, толчок к перемещению платформ был задан глобальной катастрофой, вернушей Атлантиду в хаос. Неразбериха положения платформ, расколы, столкновения – все это инерционные процессы той самой глобальной катастрофы. Что на это нам говорит официальная наука? Произошло смещение земной оси. Они это связывают с окончанием ледникового периода, либо с перераспределением массы воды, либо с движением потоков мантии. То есть предлагается несколько вариантов. Большинство из них связано с водой. Но конкретного ответа все же, почему произошло смещение оси, которое привело к таким глобальным последствиям, официальная наука до сих пор не дает. Вообще, вращение вокруг оси – это важный для науки момент. Ею объясняют чуть ли не все физические явления вплоть до катастроф. Действительно, вращение – это важный момент, о котором они не могли умолчать, но настолько все извратили. Так в чем же обман? Вот смотрите, мы живем по времени. Время делится на сутки. В сутках 24 часа. Нам говорят, что это полный оборот Земли вокруг своей оси. А если быть точнее, это 23 часа 56 минут. Ни минуты больше, ни минуты меньше. И это происходит изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, из века в век. То есть наблюдается такая четкая периодичность и абсолютная точность, как у часов. И это про объект, который формировался сам по себе. Пережил череду катаклизмов, ледниковых периодов, потопов, падения метеоритов, смещения оси, смену полюсов. И еще много чего, уж не говоря про изменение активности Луны и Солнца, но продолжал вращаться, как часы. Вам не кажется, что такая точность больше характерна для технического сооружения, где все четко выверено, а не для естественного объекта, у которого даже форма непонятна какая. То ли шары, то ли эллипс, где-то растянутая, где-то сплюснутая. В общем, сами еще не определились. Тут без вариантов речь идет о точно выверенном до детали техническом объекте, который задает ритм всей нашей жизни. Так что же это? Ранее я говорила о том, что, по мнению официалов, главным фактором, влияющим на вращение, является вода. Действительно, воды у нас больше, чем суши, океаны создают циклоны и антициклоны, и постоянно меняют уровень воды. Это всем известные приливы и отливы с диапазоном до 18 метров. Представляете, каждые сутки уровень мирового океана может взять так и упасть или подняться на 18 метров. Наука настаивает на том, что это происходит в основном из-за влияния Луны. Но почему-то в замкнутых морях, где воды намного меньше, чем в океанах, и Луна вроде бы должна больше влиять на изменение уровня воды, приливы и отливы, тем не менее, там не наблюдаются. То есть влияние Луны на них не распространяется. Оно распространяется только на воды мирового океана и на моря, имеющие выход к нему. Так вот, обман заключается в том, что вращение действительно происходит, но только не Земли, а мощного технического объекта в центре Земли, непрерывная деятельность которого обеспечивается водами мирового океана. Во время отлива воды поступают на объект, а во время прилива возвращаются обратно. Я говорю о гигантском гидротехническом сооружении, турбине планетарного масштаба. Ее имя Калаврат, что дословно означает «вращающееся колесо». Современная гидроэлектростанция – это не что иное, как мини-копии самой главной турбины Земли. Разобравшись в работе гидроэлектростанции, а это по силам даже школьникам, можно понять, как работает Калаврат и что для этого необходимо. Но, во-первых, это наличие водохранилища. В нашем случае это мировой океан, уровень воды которого постоянно изменяется. Но только никому непонятно, какая цель у этого всепланетарного явления. Уровень воды изменяется каждый день на десятки метров. А почему это происходит, никому неизвестно. Ну что, просто так что ли? А если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения механики, то пазл складывается. Приливы и отливы – это не что иное, как работа устройств по водозабору и водосливу в гидротехническом сооружении. Причем диапазон колебаний воды в водохранилищах при ГЭС практически совпадает с диапазоном приливов и отливов. В первом случае это 20 метров, во втором – 18. И, кстати, наука даже это признает. Они, конечно, не называют это главной причиной, но все же говорят, что изменяется уровень воды, в том числе из-за вращения, да, конечно, из-за вращения, но только не земли, а турбины. Второй момент – это виды течения, которые бывают слоистыми, то есть ламинарными и вихревыми, по-другому турбулентными. Легко понять, что слоистым потоком вода затекает в турбину, а выходит из нее в виде вихря в воронке с вертикальной осью вращения. Причем мощность вращения настолько сильная, что она раскручивает воздушные потоки. Поэтому самолеты попадают в турбулентность. Да что там самолеты, весь климат от этого зависит. Циклоны и антициклоны – это ничто иное, как воздушные вихревые потоки, которые напрямую зависят от потока воды, выходящих из турбины. Но что может создавать воздушные потоки, вихревые, диаметр которых составляет сотни километров? На мой взгляд, ответ очевиден. Это работа колеса турбины с вертикальной осью вращения. Вообще наличие такого явления, как турбулентность, предполагает наличие источника, который эту турбулентность создает. Ответ в самом слое – это турбина. Кстати, это слово на многих языках звучит одинаково, имеет латинское происхождение, а как известно, латинский язык – это язык Ватикана, главного хранителя секретов. Третий момент. Вернемся к течениям, которые также бывают теплыми и холодными. Возникновение этих течений наука объясняет, опять же, вращение вокруг оси. Конечно же, они не говорят турбины, они говорят земли. Хотя именно турбина ГЭС на выходе изменяет температуру воды до такой степени, что даже сибирские реки, как, например, Енисей, зимой не замерзают. То есть изменение температуры воды напрямую зависит от работы силовой гидромашины. Это так очевидно и происходит на наших глазах. Четвертый момент. Работа турбины предполагает определенный цикл, одним из которых является водослив. При этом образуется мощная воронка. И мы даже можем вычислить место, где находится водослив. Это место, где происходит необъяснимые и загадочные явления, такие как исчезновение самолетов, морских судов. Ну, вы, наверное, уже догадались, это Бермудский треугольник. Кстати, именно в этом месте берет свое начало теплое течение Гольфстрим. Из-за слива воды суда просто засасывают мощным водяным и воздушным вихрем. Что и произошло в 1945 году с военными американскими самолетами во время очередных учений. Пять Эвенжеров пропали бесследно. И за ним еще один спасательный самолет. Подозрительным во всей этой истории является то, что и военные, и радиолюбители подтвердили наличие переговоров экипажа с диспетчерами в тот самый злополучный день. Летчики говорили о потере ориентира и потоках белой воды. Но буквально через несколько дней все в один голос заявили, что ничего подобного не слышали. Видимо, им пригрозили, потому что произошла утечка информации. Ведь белая вода напрямую говорит о наличии вихревого водослива. Но и в-пятых, это платформы, которые имеют разный уровень, что говорит об их ступенчатом расположении. В прошлом видео я говорила о том, что строение Атлантиды напоминало свадебный торт. Как раз-таки такое строение необходимо для того, чтобы работал калаврат. Вода из верхних слоев попадает в нижние, что создает необходимый напор, приводящий колесо турбины в действие. Почему они нас обманули? Почему они не говорят нам правды? Да потому что это колоссальный источник энергии, которым они распоряжаются как хотят. Интересно, что вы думаете по этому поводу. Ну а я закончу. Всем спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»